Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала Заметки Мумизмата. Приветствую вас на канале и сегодня давайте поговорим на такую интересную, наверное, тему и важную, как редкость, распространенность монеты червонец 1923 года, чаще называемой в обиходе сеятелем из-за изображенного на ней фигуры сеятеля. Монета известная, популярная, в 70-80-е годы выпускались новоделы этой монеты с новыми датами, но старым изображением и гербом РСФСР, как и на монете 1923 года. Но ведь советская власть чеканила червонец, казалось бы, именно для насыщения обращения. И монета должна быть весьма частой и встречаемой, такой же, как 50-копеечные монеты, полтинники 20-х годов, которые есть, наверное, чуть ли не в каждой семье, да и рубли 20-х годов тоже монеты, встречающиеся в хоть и невысоком качестве. Я уж не говорю про серебряную мелочь, которая много и которая стоит весьма недорого. А вот оригинальная червонец 1923 года, монета редкая, дорогая. Цены на монеты в сильном состоянии колебятся в районе от 160 до 300 тысяч рублей, в зависимости, конечно, от реального состояния и эстетических особенностей монеты, потому что даже в примерно одинаковом состоянии монеты все же могут выглядеть несколько по-разному. Почему такие цены? Почему они настолько высоки? Они выше, чем даже на самый редкий тиражный 10-рублевик Николая II с датой 1910, близки по цене к наиболее доступному 10-рублевому империалу Александра III с 1894 года. Но эти монеты выпускались очень небольшими тиражами. Почему же червонец с 1923 года столь же редок? Может быть, его запасы по-прежнему хранятся где-то в госрезервах, эта монета не попала в обращение и по этой причине остается редкой. Или, как ранее часто говорили, тираж этой монеты был отправлен за рубеж, переплавлен, и это служит причиной ее редкости. Но, скорее всего, причина проще, и тем интереснее, наверное, судьба этой монеты. Последние исследования моих товарищей дали неожиданный результат по архивным документам, значится в соответствии с приказом, подписанным членами Политбюро ЦК и генеральным секретарем ЦК партии товарищем Сталином. К чеканке в 1923 году была утверждена партия лишь в 100 тысяч золотых червонцев. Ничтожно маленькая партия на самом деле. Учитывая, что действительно часть этих монет попала в обращение, понятно, что на сегодняшний день в коллекциях может находиться совсем немного золотых червонцев с датой 1923. Могли ли быть более поздние дочеканки? Ну, возможно. Причем как еще в те довоенные годы, так и позже. Но все равно эти дочеканки носили локальный характер, массовыми не были. И на количество червонцев с датой 1923 год принципиально эти дочеканки не повлияли. Поэтому имейте в виду те, у кого все-таки червонец 1923 года в коллекциях есть, вам не надо беспокоиться за возможное обесценивание этой монеты. Как случается иногда с какими-то монетами, вдруг неожиданно найденными, в больших количествах, хотя ранее считавшимися редкими червонец в 1923 году, действительно очень редкая монета, утвержденная к дочеканке в 1923 году в количестве всего 100 тысяч экземпляров. Но как быть с данными о том, что в 1923-1924 году в монетном дворе было начеканено около 2 миллионов золотых монет? И ранее во всех изданиях так и значился тираж червонца 1923 года с цифрой выше 1,5 миллионов или до 2 миллионов штук. И здесь ответ, вероятно, очевиден. Подавляющая часть этого тиража пришлась на монеты царского образца. В 1923-1924 году петроградский монетный двор чеканил золотые монеты имперского образца для наполнения именно этими монетами обращения в стране. И лишь крайне небольшим тиражом в 100 тысяч экземпляров был на чеканке тот самый червонец, на который чаще всего исписывали известный тираж. Итак, еще раз, те, кто имеет в коллекциях червонец с датой 1923, поздравляю вас, у вас действительно редкая ценная монета, большое количество которой никогда не будет найдено в каких-то резервах или в иных источниках, так как монета действительно очекает очень небольшим тиражом. Ну и спасибо исследователям, которые наконец-то сейчас пролили свет на тираж этой монеты. Более подробно можно прочитать в издании «Петербургский коллекционер» и также соответствующие материалы будут размещаться на сайте канала «Заметкин и Мизмата». Читайте, узнавайте для себя много нового, смотрите форум канала. Я думаю, много полезных открытий вы там для себя найдете. Большое спасибо за внимание и до следующих встреч на канале «Заметкин и Мизмата». Субтитры создавал DimaTorzok